Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые президиумы. Позвольте поблагодарить за то, что в очередной раз мы на этой прекрасной конференции таким большим составом от Архангельского онкодиспансера. И позвольте нам представить наш клинический случай лечения пациента с плоскоклеточным раком головы и шеи. Как мы все знаем, к опухолям головы и шеи традиционно относят рак полости рта, различных отделов глотки, гортани и околоносовых пазух. В подавляющем количестве случаев этот рак гистологически имеет плоскоклеточное строение, но, к сожалению, на момент установки диагноза практически 50% пациентов у нас не имеют уже возможности получить локальное лечение. Позвольте представить наш клинический случай. Пациент 47 лет, у которого диагноз рака гордоноклотки был верифицирован при пункции лимфоузлов шеи справа, в 2016 году плоскоклеточный рак и сопутствующие патологии. Наибольшее значение имела энцефалопатия, а также органическое эмоционально-любильное расстройство, связанное со злоупотреблением алкоголем. При биопсии опухоли гистологический ответ также подтвердил плоскоклеточный рак. Здесь представлена гистологическая картина у этого пациента. Из факторов риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи у пациента был мужской возраст, злоупотребление алкоголем и, как он сам считает, работа на радарной установке в армии. На вирусы носительства пациент никогда не обследовался и никогда не курил. При обследовании было выяснено, что у пациента есть отдаленные метастазы в левом легком. Также были метастазы в лимфоузлах шеи справа и слева. Первичная текущая стадия – это 4Н2М1. Пациент жаловался на болевой синдром второй степени, астению, афонию до второй степени и нарастающую дисфагию, которая была связана с тем, что конгломерат давил на органы шеи, конгромерат лимфоузлов 8 на 4 см справа, и КОК мы выставили как 2. И на междиснепринарном консилиуме было принято лечение предложить пациенту лекарственную противобухлевую терапию, что очень сильно удивило родственников, которые считали, что мы не должны были этого пациента лечить, а отпустить домой. Здесь показано обследование перед стартом лечения, вот этот конгломерат лимфоузлов и сама опухоль. То есть распространение достаточно большое. И голосование номер 1. Если бы этот пациент заболел сейчас, какую бы схему вы бы выбрали? Действительно долго. Ну понятно, большое распространение, да, что большинство выбирает более агрессивную. Агрессивную тактику лечения. В настоящий момент, да, согласно практическим рекомендациям Русска, первые две схемы с цитоксимабом являются оптимальными. Третья схема, она предназначена для ослабленных больных. И последние схемы, выделенные голубым, в настоящий момент считаются неоптимальными и разрешены только у пациентов с абсолютными противопоказаниями к анти-GFR терапии. Ну, пациенту, так сказать, повезло. Он совпал у нас с открытием наборов клиническое исследование. Ему мы смогли предложить моноиммунотерапию. Одним препаратом с графиком введения 1 раз в 4 недели. Препарат представлял собой человеческое моноклональное антитело PD-L1. Пациент лечился на фоне симптоматической терапии и под строгим наблюдением нутрициолога. И нутрициолог, конечно, очень сильно настаивал на гастростомии. Но мы решили с этим вопросом пока повременить для сохранения качества жизни больного, надеясь как раз, что иммунотерапия современности нам позволит задействовать его иммунную систему в борьбе с распространенной опухолью. И, конечно, вот этого человека постоянно показывают с 2018 года, который как раз и открыл этот путь. Представленный на данном слайде, мы уже имеем два препарата, основанные на этом механизме. В результате этого открытия почти 20 летней давности и тяжелому труду множества врачей-соисследователей во всем мире мы можем назначать препараты пембролизумаб, MSD и неволумаб, Bristol-Myers-Quib нашим пациентам, но на территории Российской Федерации пока во второй линии при прогрессировании на фоне или после химиотерапии, включающей препараты платины. Но вернемся к нашему пациенту. Когда он к нам приехал на второй курс, через 4 недели мы увидели уменьшение конгломерата лимфоузлов практически в 2 раза. Дисфагия практически полностью исчезла, у нас отпала необходимость наложения гастростомы. И по данным компьютерной томографии мы увидели больше чем 50% регресс. Красивые картинки. Здесь представлена таблица ответа опухоли перед третьим введением 56% частичного регресса. Мы, конечно, результаты такого не ожидали. За период наблюдения у пациента было зарегистрировано всего одно негативное явление особого интереса. Это пневмонит всего лишь первой степени, который был купирован стандартными средствами. Не было выявлено ухудшения никакой сопутствующей патологии. Остальные зарегистрированные негативные явления были первой-второй степени и не влияли никак на качество жизни пациента. И выраженных иммунопосредственных явлений у него не было вообще. В настоящий момент пациент получил 40 курсов терапии под контролем лабораторных показателей. Лечение мы будем продолжать согласно протоколу до прогрессирования или развития непереносимой токсичности. И со стороны опухоли сохраняется частичный ответ, что видно на представленных слайдах. Таким образом, наш пациент уже лечится практически в течение 3,5 лет без какой-либо значимой токсичности. Длительность опухолевого ответа на данный момент составила почти 40 месяцев. И мы видим почти 80% частичный регресс. Пациент очень окреп морально и физически. При каждой госпитализации угрожает написать на меня жалобу, потому что я не могу обеспечить ему ВИП-палату отдельную. Он же не курит, остальные курят, это ему мешает. Наше отделение расценивает эти попытки написания жалоб как очень положительный симптом. Если у пациента есть силы писать жалобы, значит с качеством жизни все нормально. И позвольте представить выводы, что в настоящий момент мы, конечно, никогда не знаем, вводя в человека иммунологический препарат, какие осложнения мы получим конкретно у данного пациента. И иммунотерапия может вызвать выраженный длительный положительный эффект. И в настоящий момент уже заняла значительное место в современной противопухолевой терапии. И, конечно, необходим тщательный контроль со стороны врача и диалог с пациентом для того, чтобы выявить начало иммуноопосредованных негативных явлений, потому что они не так еще распространены. И, возможно, сам пациент не сможет активно врачу рассказать о том, что с ним происходит. И голосование номер 2. Как вы считаете, как долго продолжать иммунотерапию в рутинной практике? Ну, для головы шеи. Согласно русскому, пембролизумам мы можем продолжать до 2 лет, а не вулумам до прогрессирования или развития непринесимой токсичности. И, как Светлана Игоревна уже сказала, что FDA уже одобрила в 2019 году пембролизумам для первой линии. Заболевания головы и шеи в монотерапии и в комбинации с химиотерапией. И НССМ также в сочетании с химиотерапией одобрила в первой линии пембролизумам. И мы надеемся, что на территории Российской Федерации эта опция в рутинной практике для наших пациентов тоже будет скоро доступна. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...